астрономические полтора триллиона рублей из расходованных на олимпиаду в сочи осваивают в основном приближенные к путину бизнесмены львиная доля строительства ведется за счет государства 96 процентов этих огромных денег это государственные средства то есть это деньги бюджета это деньги госкорпорации это деньги государственного внешнеэкономбанка это день 96 процентов это государств это наши с вами деньги самым крупным инвестором в строительство олимпийских объектов является государственная корпорация олимпстрой она осваивает более 300 миллиардов рублей бюджетных денег. Это 20% сметы Олимпиады. В Олимпстрое с момента создания в 2007 году сменилось уже 4 руководителя. Кадровая чехарда свидетельствует о хаосе и беспорядке, госкорпорации, ответственные за Олимпиаду. Регулярные отставки руководства компании сопровождались возбуждением уголовных дел, ни одной из которых до суда доведено так и не было. Шесть уголовных дел заведено по фактам коррупции в Олимпстрое. Имена нарушителей закона не называются, однако известно, что за последние три года они смогли заработать более 23 миллионов рублей, занимаясь фиктивным трудоустройством сотрудников по подложным документам. В мошенничестве подозревают руководители фирм-подрядчиков. По данным следствия, они завышали сметную стоимость работы. Украсть хотели в общей сложности более 8 миллиардов рублей. Сотрудники Олимпстроя создали условия для удорожания объектов на 15,5 миллиардов рублей. Об этом говорится в отчете счетной палаты за прошлый год. На втором месте по объемам затрат российские железные дороги. На 100% государственная компания. Глава, друг Путина по кооперативу «Озеро» Владимир Якунин. РЖД несет ответственность за строительство самого дорогого объекта Олимпиады – дороги Адлер-Красная Поляна, стоимость которой превысила 260 миллиардов рублей. Дорогу, кстати, строить и не надо было совсем, потому что дорога дублер, дорога в Красную Поляну существует. Можно было сделать канатную дорогу, которая в сотни раз дешевле, но тем не менее, для того, чтобы распилить огромные деньги, было решено построить вот эту золотую дорогу. Каждый километр дороги Адлер-Красная Поляна обошелся россиянам в 200 миллионов долларов. Общая сумма затрат РЖД на Олимпиаду – 300 миллиардов рублей. То есть около 20% олимпийских средств из бюджета и за счет повышения железнодорожного тарифа. Таким образом, за наш с вами счет. На третьем месте по освоению государственных денег компании братьев Ротенбергов – друзей детства Путина. Они получили 21 подряд на олимпийские стройки стоимостью 7 миллиардов долларов. Это на миллиард больше, чем расходы на всю Олимпиаду в Ванкувере. Астрономические заработки Ротенбергов объясняются либо передачей подрядов без конкурса, либо отсутствием должной конкуренции в ходе тендеров. Проанализируем отдельные объекты Ротенбергов. Дублер курортного проспекта. Вторая и третья очередь. Стоимость – 1 миллиард 800 миллионов долларов. Затраты на километр – 170 миллионов долларов. Превышение цены европейских аналогов в полтора раза. При этом качество объекта оставляет желать лучшего. Громкой новостью стало обрушение тоннеля третьей очереди с провалом грунта и дома. Адлерская ТЭС. Стоимость – 936 миллионов долларов. Затраты на 1 киловатт мощности – 2600 долларов. Превышение средней мировой цены – в 2,5 раза. Компания Ротенбергов ТЭКМОСЭНЕРГО получила подряд на строительство Адлерской ТЭС без конкурса. Газопровод Джубга-Лазаревская, Сочи. Стоимость – 1 миллиард долларов. Затраты на километр – более 6 миллионов долларов. Превышение средней европейской цены – 5-кратное. Первоначальная цена строительства этого объекта – 300-400 миллионов долларов. Ротенбергам государственный «Газпром» заплатил почти в 4 раза больше. Можно констатировать – один рекорд на Олимпиаде в Сочи уже поставлен. Рекорд по распилам и откатам. Таких размеров коррупции Олимпийское движение еще не знало. Мы не можем терпеть коррупционных проявлений. Нужно с этим самым активным образом бороться. Ну, с самым активным образом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова